И СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина, подводный крейсер запустил вместо двух ракет одну ракету, это подводная лодка Рязань, только одну межконтинентальную баллистическую ракету запустил, другая не полетела, Минобороны объяснили отмену пуска, заявили, что это планово отменили, планово из-за аварии. Я могу прочитать, как они сказали. Можете себе представить, бред какой-то несут, им говорят, ну у вас она не полетела? Не, мы ее сами не запустили, мы сами отменили. А если бы запустили, вся лодка бы взорвалась. Жутко, конечно, их придурки. Но самое смешное, что на этих учениях еще один сбой произошел. Они запускали ракеты «Калибр», представляете, с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск». Вот эти ракеты «Калибр», как я вдруг выяснил, оказывается, готовят к запуску 3 часа. Можете себе представить, их за это время уже снесут. Ну 3 часа ракету крылатую запускает, это обхохочется. Вон у подводной лодки американская, она из подводного положения вылетает. А это 3 часа надо им, чтобы запустить ракету. Их вот они какую-то попробовали новую программу, чтобы не 3 часа запускать, а всего 15 минут. Хотя это тоже караул, представляете, за 15 минут что можно сделать. Но у них «Нипалил» не получилось за 15 минут. В результате пошли по старой схеме и запустили за 3 часа. Так что молодцы, что можно сказать. Да, как Женя написал мне «Все, что Путин не успел украсть, он обосрал». Это абсолютно точно, да. Вот самый лучший пикет, наверное, вот такой. Тут Федоров отмороженный вышел. Вот он, представляете, вот как раз особенно в этих условиях, когда ракеты никуда не полетели. И вот он, антеннчик такой, какой-то эксгибиционист показывает нам свою антенну. «Порвем США ракетой Путина». Представляете, что вот в башке этого человека. Жуткие дела. «Порвем США ракетой Путина». «Порвем США ракетой Путина». «Порвем США ракетой Путина». «Порвем США ракетой Путина». Продолжение следует...